Вот такая какая-то очень параллельная, интересная, одновременно была создана в Германии и в России. Гринга и Роберт Шуман. Мир тесен и мир удивительно многогранен. Мы как-то иногда, знаете, отрываем все то, что происходит в разных странах. А вот если провести параллели, то в одно и то же время создавалась масса гениальных композиторов и жилок. И масса интереснейшей музыки. В этом году, так, большой праздник у нас. И мы отмечали в прошедшем году, но это, в общем, юбилей продолжается, конечно. Такую дату 110-летия за дня рождения гениального поэта Сергея Александровича Есенина. И, конечно же, творцы создают и до сих пор и создавали посвящение великой мусе-поэта. И так случилось, что вот у меня возникло произведение, я давно его вдумала, но у меня в этом произведении персидских мотивов основа это стихи Сергея Александровича Есенина и древнего персидского поэта, философа, астронома, мыслителя, математика Амара Хаяма. Амара Хаям жил в XI веке и, конечно же, создавал великие свои творения, которые почти не были оценены современниками. Только потом его творческие следы проникли в каждого. И сейчас очень любят, я знаю, многие очень любят поэзию. Амара Хаям ее читает. Про децестрады я редко слышу произведения. Но вот, вы знаете, действительно, следы, они должны пройти через многие поколения для того, чтобы в сознании человека осело все, и он смог оценить. Мне представляются замечательными слова другого нашего поэта-празаика Дмитрия Мережковского, который в свое время писал, что когда мы рассматриваем творческий процесс, я позволю себе просто точно процитировать его из слова, в процессе творчества гений, помимо воли своей, помимо сознания, неотступно для себя и неожиданно, очень часто, приходит иногда к таким комбинациям идей, образов, мыслей, глубину и значительность которых должно оценить только через следующие поколения, отдаленные поколения. В этом смысле он как бы в груди своей оставляет не только прошлое, но и неизвестное будущее всего человечества. Правда, замечательные слова. И вне вдумавшись, только понимаешь, что мы еще только-только начинаем ценить то, что создано теми поколениями. А вот к нашему поколению только начинаем подступаться. Поэтому нашим художникам, нашим музыкантам, поэтам сейчас очень трудно, потому что нужно вслушаться в их язык, нужно проникнуть в их творчество. И это с первого раза очень трудно. Любое прикосновение к большому требует прикосновения, постоянного. И в этом, конечно, наша проблема. Но мы, как и художники, которые жили до нас, они пишут все равно в будущее, потому что современники не всегда могут понять и оценить. Но в будущем, если эти следы ценные, они обязательно не пропадут, они обязательно останутся на этой земле в виде творения. Вот я хочу рассказать и представить исполнителей сейчас этого большого ансамбля. Хочу сказать, что в произведении персидские мотивы пять небольших частей. Первая часть – «Трелюдия», играет соло Беланчи, вторая часть – «Арабеско», и в ней принимает участие весь ансамбль. Ансамбль достаточно оригинальный. «Флейта», «Арфа», «Виананчи» и, конечно же, художественное слово – «Чтец». Третья часть – «Интермецо», «Интерлюдия», которая исполняется соло Флейты. Четвертая часть – небольшая. Вторая – «Арабеско», и пятая часть – «Пост-Людия». Я хочу пригласить на сцену музыкантов играют лауреаты международных конкурсов Евгений Шклинко, «Аплодийская акцент «Арабеско», «Об Ricey» и «Арабеско» Наталья Яков – «Алабеско», «Арабеско» «Арабеско». ансамбль. Мне показался это очень интересным тембром отношения ансамбль. Арабыски представляются мне как зарисовки архитектурные, потому что когда, ну, вы все знаете, что Персия, страна, которая называлась Персией до 1935 года, после чего она была переименована в другую страну. Кто знает какую? Иран. Правильно, совершенно верно. Иран. Так вот, там, в Персии, и до сих пор вообще, конечно, называют себя персами. Все-таки они не могут привыкнуть к названию своей страны. И все-таки они все говорят на одном языке. Они приходят к одной религии. А какой религии? Мы знаем, да? Ислам. Ислам, да. И вот там очень интересные архитектурные памятники. Очень интересные, разрисованные вот в храмах, в таких дворцах, очень интересные разрисованные рисунки, такие тонкие линии, пересекаясь, создают именно вот этот как кривый узор, который свойственный для арабесок. Итак, мы будем слушать персидские мотивы. Стихи Сергея Есенина и Армара Мухаяна. Если б мне всемогущество было дано, Я бы небо такое не зринул давно, И воздвиг бы другое разумное небо, чтобы только достойных любило оно. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ Под колесом лазурным Сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, ты? КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я хочу сказать, что у нас сегодня очень хорошая возможность послушать совершенно нетрадиционные ансамбльные сочетания, тембровые, это так, знаете, не часто бывает, потому что все-таки собрать музыкантов сейчас с какими-то интересными такими планами, в общем все заняты, это очень трудно, как вы понимаете, но тем не менее мы сегодня вам предоставим эту возможность послушать ансамбли в разных сочетаниях инструментов и в частности мы будем слушать и великую музыку Равеля, Вилла Лобаса и там тоже совершенно нетрадиционные сочетания красок, потому что художник, когда создает свое произведение, он мыслит, конечно, прежде всего, как вы принимаете образы, но эти образы иногда рождаются из красок мира, который он видит красивые картины переводы, будь то или действительно увиденный, схваченный момент какой-то, который вспоминается, но класс выхватывает из окружающего мир, этот момент и потом и вкладывается уже в музыкальное произведение. Как возникает музыкальное произведение, это, вы знаете, до сих пор загадка, потому что, вот скажем, лестературное творчество уже изучено достаточно и есть очень много книг, которые посвящены именно анализу того, как происходит процесс у поэта и литератора, но до сих пор остается тайной, как рождается музыка. Вот нет этих исследований пока что-то, а это очень интересная тема, действительно, как краски мира рождают музыкальное произведение, что происходит с творцом, как возникает это, какой процесс создания сам, надо сказать, что процесс вообще многотрудный, потому что другие всего композиторы, как вы понимаете, потому что композитор должен написать, создать его, услышать о себе, потом написать нотный текст, потом отдать и найти исполнителя, тот, кто сможет наилучшим образом преподнести это произведение. И после этого еще надо, чтобы это прозвучало в концертном сзади и чтобы вы услышали. То есть видите, сколько какая цепь, огромная цепь от начала до завершения процесса. И то не завершение, потому что художник всегда критически относящийся к своему творчеству. Он может несколько раз подходить к своему созданию. И несколько раз делать и транскрипции, и варианты. И может не остановиться до сих. И это естественный процесс, потому что процесс творчества, он абсолютно не разгадан и непредсказуем. И вы знаете, вот настоящие творцы, они всегда отличаются невероятной требовательностью к себе, скромностью. И вот сейчас вспоминая творчество композитора, великого композитора французского, которого мы сейчас музыку услышим, это Мариса Равелли, вот это пример невероятной творческого самоотдачи творческой, с одной стороны, пристрастия к себе, как ты сделал, как ты, что у тебя получилось в произведении. Даже то произведение, которое сейчас прозвучит, оно всемирно известное. Есть масса транскрипций. Вы понимаете все, что транскрипция, это как бы воссоздание произведения в ином наряде, в ином виде. И вот, скажем, Паванна Равелли невероятно получила популярность. Сам Марис Равелли писал, я даже не понимаю, почему это произведение получило столь высокую оценку, писал автор, свою высокую оценку, потому как это ранняя музыка, раннее произведение. Я не считаю, что я достиг высот в отношении техники композиции. Но, тем не менее, произведение получило такую широкую огласку и такой резонанс широкий, что он сам поражался этим. И действительно, в оригинале произведение написано для рояля. Паванна Равелли, играя пианисты. Но, есть масса вариантов. Вот сегодня один из вариантов мы услышали. Это двеланчей и арфа. Очень красивое сочетание инструментов, очень необычное. И не сравнительно немного, имеющие музыканты имеют немного ревертуара, потому что это надо очень хорошо знать и арфа, чтобы создать это очень трудный инструмент. И лиланчей тоже. Арфе столько красок и столько возможностей колоссальных, но его надо знать, потому что это диатонический инструмент. Не все на нем можно сыграть, далеко не все. И композитор должен это знать очень хорошо. А есть варианты и, конечно же, симфонические оркестры. Равелли Паванна играет симфонические оркестры. Это прекрасный вариант. То есть, я уже не говорю о других ансамблях, которые возникают и в четыре руки играют. То есть, вариантов масса. Вообще, если создается замечательный мозг, который запоминает своими образами, которые вдохновляют и исполнителей, то вариантов здесь может быть бесчисленное множество. Транскрипцию. И вот сейчас мы послушаем мои соровые. Я хочу пригласить на сцену Наталью Ильяфовну и Максиму Ильяфовну. Творчество. Это действительно творчество. Совершенно удивительное. В смысле наполнение и внутренним смыслом, содержательностью, и красок. Оркестр Равеля, вы можете вспомнить, например, играете давно часто, передаете Дафнис и Хлоя, музыку к балету Дафнис и Хлоя. Это вообще, знаете, фейерверк красок. Это все то, что симфонизм можно было вытащить композитором из симфонического оркестра, из случайно божественного симфонического оркестра. Вот это телоид Равы, понимаете. Даже мы можем вспомнить еще очень интересный пример, когда Равы инструментует картинки с выставки Мусоргского. Вот кто слышал инструментовку Равы, поражается. Там столько найдено. Хотя это фортианатико великолепнейше Мусоргского. Но вот Равей прошел в нем совершенно невосхитительные краски в оркестре. И цикл получает как бы новую жизнь Мусоргского. Коцинке с выставки. У Раве, вы знаете, и оперы, и балеты есть, и инструментальные произведения. Но вот так в жизни ее случилось, что он великолепнейший пианист, помимо того, дирижер и очень интересный критик, имеющий свою точку зрения на все. Он одно время не потерял свою руку, он не смог, у него была приигранная рука, и он, правая рука, и он пишет концерт для левой руки с оркестром. Это уникальный пример. Но произведения для левой руки очень редко и мало написались. Но можно вспомнить спрямь на ногтю для левой руки. Представляет собой очень большую трудность, потому что надо так владеть инструментом, чтобы всю полноту гармонии, всю полноту таких фактурных элементов можно было вместо таких рук переспендировать над левой руки, сделать над левой рукой. Это очень сложно. И Равелина делает великолепный шлементурный концерт для одной левой руки с оркестра. Я могу пригласить музыкантов наших? И вот мы сейчас будем слушать песню Равелина. Играя каталию Япон, Максим Золотаренко. Что чрезвычайно ответственная и относился к своей музе и к тому, что выходит у нее из библиёра. И он очень хорошую фразу сказал. Что великая музыка всегда идет от сердца к сердцу. И что, как говорится, главное, она должна быть прекрасна, и если она прекрасна, она обретает слушателя, она обретает ценителя. И вот прекрасная, прежде всего, в интонационной выразительности. Вот Равей обладал необыкновенным даром интонации, даром выразительнейшей мелодики. Что-то такое у нас за ценой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот разным композитором у меня есть большой цикл, он включает и три послания Рахмайнову Моцарту и Дворжику, и концерт для Виланчери с оркестром послания Сергея Сергеевича Прокофьева. Но вот сегодня мы послушаем два. И что вот я хотела бы на то, чтобы вы обратили внимание. Здесь этот послание написано специально для вот этих двух инструментов, для Виланчери и арфы. Но вот так рассказывают биографы Моцарта, что Моцарт очень, в отличие от Сергея Васильевича Рахманинова и в отличие от Антонина Дворжика, который обожал Виланчери вообще во всех ее, так сказать, красках, Моцарт очень не любил Виланчери, как инструмент, по его мнению, невыразительный. И за свою жизнь, написавший 35 лет он прожил, вы это знаете, написавший огромное множество произведений, ни одного произведения он не написал для сольной Виланчери. Ни одного. В ансамбле, естественно, в оркестре, там Виланчери играют. Здесь нет. Наоборот, Дворжик обожал Виланчери, как инструмент чрезвычайно близкий, как он читал, как и читал тоже Сергей Васильевич, к звучанию человеческого голоса. Очень выразительности, высокий инструмент. И Дворжика, вы знаете, тоже всемирно известное сочинение Виланчери концерта, который, по-моему, ни один Виланчерист не позволил себе не сыграть.